Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило об информации, полученной из разных центров вакцинации в стране. Что в ряде доз вакцины от коронавируса Модерна обнаружены посторонние вещества. Об этом в четверг, 26 августа, сообщило агентство Киода. Японская фармацевтическая компания Takeida Pharmaceutical Co., отвечающая за продажу и распространение вакцины Модерна в стране, заявила, что приостанавливает использование 1,63 миллиона доз препарата в качестве меры предосторожности. При этом в компании добавили, что пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов. Как отметили в Минздраве, американская фирма Модерна пообещала начать расследование по этому поводу. Кроме того, в Takeida Pharmaceutical заявили, что приложат усилия, чтобы приостановка не повлияла на доступность вакцин от COVID-19 в стране. Проблема обнаружилась в то время, как власти Японии изо всех сил пытаются сдержать всплеск заболеваемости COVID-19 в стране. Так 25 августа правительство объявило о плане ввести в еще восьми префектурах режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции. В прошлом году власти Японии подписали соглашение с британско-шведской компанией Estrezemica, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставке вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом. По данным правительства, в стране уже было использовано более 10 миллионов доз с тех пор, как в мае вакцина Moderna была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях. Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. В настоящее время прививки могут делать люди в возрасте от 12 лет и старше. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, с ДИСИ. 20 августа начали расследование после появления сообщений о том, что вакцинация препаратом от коронавируса компании Moderna приводит к более высокому, чем считалось ранее, риску развития миокардита у молодых людей. 25-го и униформрегулятор FDA выпустил предупреждение о риске воспаления сердца после вакцинации препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. Поводом для расследования стали данные предоставленные канадскими властями о том, что использование препарата Moderna связано с еще большим риском сердечных заболеваний, особенно для людей младше 30 лет. В компании Moderna при этом комментировать ситуацию отказались. Продолжение следует...